Привет из дремучих карпатских лесов! С вами Саша и Денис. И в этом выпуске мы расскажем вам, как работают испытания против смерти. И как стабилизировать и привести в чувство ваших товарищей-приключенцев. Добро пожаловать в наше мини-руководство. Это что за ДНД? Как вы уже знаете, в ДНД можно пасть смертью героя от разных опасностей, начиная от случайной стрелы гоблинца, заканчивая огненным дыханием дракона или эффектом разрушительных заклинаний. Если ваш персонаж получает урон в сражениях или других экстремальных ситуациях, а его пункты здоровья падают до ноля, он либо мгновенно умирает, либо в лучшем случае теряет сознание. Мгновенная смерть происходит, когда ваш персонаж получает большое количество урона. То есть, когда пункты вашего здоровья упали до нуля, а излишки урона равны максимуму вашего здоровья, либо превышают его. К примеру, на начальных уровнях у плута максимум 10 пунктов здоровья, и он получает 20 урона. В таком случае его пункты здоровья падают до ноля, и остается еще 10 урона сверху. Этот излишек урона равен его максимуму хитпоинтов, и в таком случае плут умирает мгновенно. А когда урон оставляет вас просто с нулем пунктов здоровья, не убивая, то это считается потерей сознания. В этом состоянии ваш персонаж очень уязвим. Все атаки в ближнем бою по нему совершаются с преимуществом, а попадения превращаются в критические удары. Потеря сознания заканчивается, если вашему персонажу восстановили хотя бы один пункт здоровья с помощью исцеляющего зелья, либо заклинания. Ладно, все плохо, ваш персонаж без сознания, все остальные при смерти. Никто не способен вам помочь. В таком случае в начале каждого своего хода вы будете проходить особое испытание против смерти. Это определит, сыграете ли вы в ящик, или все-таки выкарабкаетесь. Испытание против смерти не связано с характеристиками. Вы просто бросаете до 20, и если выпадает 10 или выше, это успех. Ну, они же, соответственно, провалы. На листе персонажа есть особое место, в котором вы отмечаете провалы и успехи этого испытания. При 3 успехах вы стабилизируетесь, ну а при 3 провалах вы умираете. Также важно помнить, что если на до 20 выпадает 1, то это считается за 2 провала. А если 20, то ваш персонаж восстанавливает 1 пункт здоровья. Ну и в принципе, вам можно вставать и бежать за укрытие. Увеличить шансы на успех вам помогут некоторые заклинания или особенности, влияющие на прохождение испытаний. Например, заклинание «Светочь надежды» дает вам возможность совершить бросок испытания против смерти с преимуществом. Когда у вас 0 пунктов здоровья, и вы получаете урон, запишите себе 1 провал. А если урон еще и от критического попадания, то 2 провала. И наконец, когда урон выше вашего максимума пунктов здоровья или равен ему, то это мгновенная смерть, ребята. А после стабилизации или восстановления здоровья, количество провалов и успехов обнуляется. Для чего нужна стабилизация, если можно просто исцелить заклинаниями или зельем? Может случиться такое, что вы остались без зелья, а вашего жреца вырубили первым в бою, и вы остались без заклинателя и магии исцеления. В этом случае стоит помочь жрецу, чтобы его не убил провал испытания против смерти. Чтобы оказать такую первую помощь, вы тратите действия и совершаете проверку медицины со сложностью 10. При успехе вы стабилизируете беднягу. Но если жрец опять получает урон, то стабильность теряется, ему вновь нужно проходить испытания против смерти. Такие правила. Теперь жрец в стабилизированном состоянии, и ему не нужно проходить испытания против смерти. Также его пункты здоровья остаются равны нулю. Стабилизированное существо находится без сознания, пока ему не восстановят здоровье. Либо пока не пройдет 1D4 часа, после чего оно восстановит один пункт здоровья и очнется. А как насчет чудовищ? Они тоже могут проходить испытания против смерти и быть стабилизированными? В ходе ваших приключений мастер обычно решает, что чудовища, которых побеждают игроки, сразу умирают, и они не проходят испытания против смерти. Но важные персонажи мастера, например, злодеи или те, кто нужны для истории, могут быть исключением. И мастер может оставить их без сознания и применить к ним те же правила, что и к персонажам игроков. И напоследок, если вы решаете не убивать противника, а нокаутировать его, то вместо добивающей атаки в ближнем бою, вы можете подойти и сказать, я вырубаю этого засранца. В таком случае засрание состоится без сознания и стабилизированным. В следующем выпуске мы поговорим про короткий и длинный отдых, ребята. А пока что идите отдыхайте и не забудьте подписаться на канал, да? Да, в колокол бейте, лайки ставьте его. Да. Все, уходи отдыхать. Пока. Комментарии напишите. Комментарии напишите.